Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Натальей Батраевой, режиссером-документалистом, фотографом. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Александр. Мы 8 лет назад, или может быть чуть меньше, беседовали с вами после того, как вы сделали две замечательные книги о ситуации в Южной Осетии и в Косово. Три года, последние три года, вы занимались созданием фильма, посвященным событиям на Донбассе. Что объединяет и что разного в этих ситуациях, в этих странах, в этих регионах? С чем вы столкнулись, можно ли это сравнивать, и чем отличаются трагические события в этих регионах? Ну, на самом деле, последняя работа, она встала в череде предыдущих. И вот я только что вернулась из Косово, еще буквально вчера я была в Косово, и ко мне подходили люди и говорили, что это фильм про нас. Говорили все. Говорили беженцы, говорили монахи, говорил епископ Косовский. И мне даже стало страшно, честно говоря, потому что я предполагала, что это им очень близко, что сербы поймут. Но я не думала, что до такой степени все будет похоже. Они даже говорят теми же словами, которыми сейчас говорят в фильме «Мои героини с Донецка». Говорят о чем? Они говорят о самом важном. Они говорят о жизни, о смерти и о своем понимании, видении того, в чем они оказались внезапно. Они в одночасье оказались в эпицентре войны. То есть это они относят к действиям внешних сил во всех этих регионах, правильно ли я понимаю? Ну, у них другое видение. Они монахи. Это фильм о монастыре, о Святой Иерском монастыре, который находится на окраине Донецка, напротив Донецкого аэропорта. И из-за того, что у него такое положение, неудачное, как оказалось, стратегически очень важное, он пострадал в этой войне. Никто его специально не разрушал. Вот просто все так сложилось. Я задал этот вопрос именно в контексте того, что, как вы сказали, видят и монахи, и простые прихожане церкви, и простые светские люди видят схожесть этих конфликтов. В чем эта схожесть все-таки? Как они себя ощущают в этом? Чувствуют ли они заложниками себя этой ситуации, в которой они оказались? Что касается косовских сербов, это было у них 20 лет назад, и не только косовских, вообще сербов. И вот глядя на это все, они видят просто картинки того, что они пережили. Это у них уже в прошлом. Те, кто переживает это в Донецке сейчас, я думаю, просто они не знакомы. Это для них в первый раз, можно сказать. Они этого не знали. И у людей все воспринимают по-разному. Они просто, просто, вероятно, что большая часть из них, они ничего не знают о событиях. Косово знают, ну так поверхностно. И у матушки очень интересные такие наблюдения. Я это сняла, и это хотела включить в фильм. Но я думаю, оно войдет, наверное, в другую работу. Когда она рассказывает, когда их возили по Сербии, им показывали, им говорили, вот здесь был храм, теперь его нет. Вот здесь были блокпосты. И она говорит, я смотрела и не понимала, какие блокпосты, что это такое. И потом она очень хорошо это поняла. И сейчас, она говорит, мне стыдно, стыдно, что я не сочувствовала им в должной мере, когда она переживает сейчас то же, что переживают они. И вот сейчас я три недели была в Сербии. Мы провезли фильм по всем городам. Это был практически без перерыва. И в Сербии, и на Косово. И я им всем говорила, что это то, что сейчас, вот это их настоящее. Они практически ничего не знают о том, что сейчас происходит на Донбассе. И это их, то, что у вас было 20 лет назад, это сегодня вот их. Летел штурмовик, и он просто начал кружиться над аэропортом. Ну, нам казалось, что над нами. И потом начал добиться к аэропорту. Стреляют! Завязался бы, уже такое. Я очень испугалась, когда я побежала в храм. Она забежала в храм. Она, видно, ее с самого трусила, обнялись, побежали к иконе, начали молиться. Вернее, молилась матушка, она просто плакала на взрыв и молилась. Матерь Божьей, примири нас. Еще в тот момент, может быть, и можно что-то было изменить. Примириться нам. Понять друг друга. Видимо, никто не хотел. По сути, то, что произошло 20 лет назад в Сербии, стало шоком, в общем, для всего мирового сообщества. Именно в том плане, что благополучная страна в центре Европы может оказаться в центре такого трагического конфликта. То же самое мы видим сейчас происходит на Донбассе, вообще в целом на Украине. А ситуация в Южной Осетии, как-то вы проводили параллели? Что, как себя ощущали жители? С кем вы встречались? О чем они говорили? У нас была премьера фильма и в Цхенвале тоже. И там его представляла министр культуры Засеева Жанна. И у нее погиб сын. У нее погиб сын. И она, когда посмотрела, она настолько вот это тоже все, вероятно, вспомнила. И она настолько восприняла сердцем. Там такая же была реакция. Они понимают очень хорошо, о чем идет речь в этом фильме. То есть это все звенья одной цепи. И я не перестаю об этом говорить. И это все последовательно движется по направлению к нам. У нас нет возможности показать весь фильм. Потому что, конечно, это необходимо смотреть целиком. Но вы прекрасно рассказываете истории людей. Можете вспомнить историю простого человека на Донбассе, чья история стала бы для вас в такой квинтэссенции тех событий, которые там происходили в последние годы? Это Юля, конечно. Это героиня фильма. Расскажите. Ну, да. Вы правильно сказали. Надо смотреть. Я могу рассказать, но это не передаст всей полноты. Это обычная женщина. Самая обычная женщина, которая... Они, по-моему, занимались пошивом свадебных платьев. Это счастливая... В Донецке. В Донецке. На окраине Донецка. Счастливая семья. У нее был очень-очень хороший муж, который и обеспечивал семью. Он как мужчина... Вот там есть такая фраза, как мужчина мог заработать деньги. Это немаловажно. У нее был сын. У нее прекрасный дом. У них было все. У них было все. И вот даже... Она говорит, что даже в 90-е годы они никогда не голодали, не всегда хорошо жили. И потом вдруг еще до войны, еще до всех этих событий муж заболел. И заболел. И ему сказали... Какой-то... Дали срок примерный, когда... Сколько он проживет. Сказали, три года. Он прожил полтора года. И что-то они делали. Даже, по-моему, они нашли донора. Я не помню, вот... Что конкретно было. Но муж ее умер. И сын уже взрослый. Меня все спрашивают, где Юлин мальчик. Она очень хорошо выглядит, очень молода. И когда началась война, мама ее уехала в Киев, и мама в Киеве. Она поддерживает. Вот. Власть нынешнего. Сын уехал в Россию, а Юля сидела вот там под бомбами. И вот такая ситуация вот так вот разбросала. И, конечно, когда она рассказывает, она рассказывает о том, как они познакомились с мужем. Они учились в одной школе. И она показывает свой дом. Это замечательный, очень хороший, очень большой дом на окраине Донецка. И так получилось, я узнавала это постепенно, что это все примерно в радиусе одного километра. Вот монастырь, улица, первая прилежащая улица, это стартонавтов, которая разбита практически вся. Здесь их дом. И при монастыре кладбище, за монастырскими стенами, там лежит ее муж. И вот в фильм не вошло, заключительный кадр, когда она стоит на крыше разгромленного келейного корпуса. Она говорит, здесь где-то должна быть моя келья. Я думала, что мой монастырь где-то далеко-далеко. И она еще такие слова говорит, я бы просыпалась утром и говорила привет Жене, потому что могилу его буквально видно из окна. И вот она все потеряла. Но так как это люди, это люди, которые обрели Бога, у них совершенно другое мироосознание. И когда она рассказывает, она рассказывает об этом с улыбкой. Это то, что нельзя смоделировать, это нельзя как-то притвориться, тоже нельзя. Это просто вот мы видим, что есть какое-то счастье, которое превышает все то земное благополучие, которое имела главная героиня. И в этом самое главное, в этом суть. Сейчас она живет где? В монастыре? В монастыре сейчас жить еще невозможно. Она живет при епархиальном управлении, там храмы. Вот Владыка благословил, чтобы игумения и Юля, они жили пока там. В одном из интервью вы сказали, я не снимаю, а проживаю с героями часть их жизни. Если человек не заинтересовал меня как личность, если в нем нет некой загадки, он не попадет в фильм. Какая загадка у главной героини вашего фильма? Давайте мы расскажем о ней, потому что не все, естественно, видели фильм. Кто главная героиня, в чем ее загадка, почему вы стали ее снимать? Их две. Это игумени, о Юле я уже рассказала. Игумени монастыря, мать Михаила, которая строила его на протяжении, не знаю, сколько лет она там. Она построила келейный корпус, она построила детскую воскресную школу. Она очень такая хорошая хозяйка. У них огороды, сад, цветники прекраснейшие, виноградники. И все эти постройки и облагораживание территории было закончено буквально к начале войны. К начале войны. И сейчас все разрушено. И вот такой парадокс, что даже когда я приезжаю, туда там воспринимается все совершенно по-другому. Мы не ходим там с мрачными лицами, и мы много смеемся. Я не знаю, почему это закономерность. И в фильме тоже отражена вот это какое-то другое состояние. Я думаю, что для него было очень большое испытание веры. Мы об этом не говорили. Это слишком лично, когда монастырь начал постепенно разрушаться. Сначала сгорел последний этаж келейного корпуса, потом постепенно обстрелы приближались. И надо видеть вот эти вот выбоины от осколков. Вы видели, как это все выглядит. И потом загорелся храм. И вот здесь какая-то была такая отправная точка, потому что... Я думаю, она думала, что сейчас вот случится какое-то чудо и пожар прекратится. Но выгорел второй этаж храма, но огонь не перекинулся. И сейчас в церкви она восстановлена как можно. Крыша накрыта, временная крыша, там служится литургия. И вторая героиня — это Юля, вот о которой я рассказала. И, конечно, самое интересное — это те выводы, которые они делают, то мироощущение, которое у них каким-то образом... Я даже не знаю, как сказать. Вот та новая реальность, в которую они вошли, когда началась война. Как вы с ними вспомните первую встречу? Мне интересно, почему вы решили делать фильм именно про них? Меня часто спрашивают об этом, но как такового никакого решения не было. и здесь опять ключом послужила Сербия. Вот я сейчас Сербию очень много рассказывала. Я просто приехала туда, мы возили гуманитарку, никто туда не ездил снимать какие-то фильмы или сюжеты, когда 14-15 год. Это просто главное было помочь людям. И я узнала, что на окраине разрушенный монастырь. И так как у меня уже большой опыт и в какой-то мере уникальный опыт, я больше 10 лет, 14 лет я занимаюсь вот именно такими темами. И меня интересуют духовные взгляды, духовные какие-то выводы и изменения человека и мироощущения человека, попадающего вот в такие вот ситуации. И я просто пришла в один из храмов и попросила у хранников телефон игумени, они как-то мне сразу так дали. Я просто позвонила и сказала, что вот я такая-то, у меня есть книга о Косово, я занимаюсь Сербией, и я бы хотела повстретиться с вами. Она говорит, хорошо, завтра мы за вами заедем. Первый раз мы поехали туда 31 декабря, а матушка не общается с журналистами и правильно делает на самом деле, потому что можно представить как угодно это всё. Но из-за Сербии, из-за Косово почему-то нам удалось найти вот этот первоначальный общий язык, какой-то контакт, а потом мы уже начали общаться и постепенно-постепенно отношения стали достаточно доверительными, потому что там достают такие сокровенные вещи в фильме. И Юля говорила, что я её, возможно, провоцировала на какие-то такие, на то, чтобы она говорила о каких-то вещах личных, и, может быть, даже она говорила о том, что она не могла сама сформулировать. Вот очень интересное явление такое, что где-то она чувствовала, но вот мы вместе, мы работали, создавалось какое-то, наверное, безопасное поле и для героя это очень важно, как я потом поняла. И она что-то говорила, возможно, важное для себя. И фильм начинается со слов, что война — это лучшее время жизни. И, конечно, но это я сделала специальную, может быть, в какой-то мере провокацию. И дальше на протяжении всего фильма мы пытаемся объяснить это и рассказать, какое счастье мы имеем в виду, что за счастье. И оно очень сильно отличается от того, что принято в обществе. И я понимаю, что это определенный такой вот вызов, но вот пока, как это ни странно, люди понимают, о чем идет речь. Очень хорошо понимают. И русские, и сербы, и осетины, и те, кто пережил, и те, кто не пережил. Ну, посыл как-то вот удалось вот так вот сформулировать. В конце фильма вы даете собственную авторскую интерпретацию того, что произошло, и свой взгляд на это. Так как большинство наших телезрителей фильм не видят, могли бы вы поделиться своими впечатлениями, выводами, которые вы в завершении фильма излагаете так метафорично? А это не я, это мои герои. Почему вы решили, что это я? Ну, кто монтирует, кто создает материал. Ну, да, конечно. Да, вы имеете в виду вот те заключительные монологи, да? Ну, параллели с современностью, которую вы проводите, с тем, где живет большинство наших сограждан, и в какой ситуации каждая из нас может оказаться. Ну, да, это хорошо проглядывается, хотя я пыталась, конечно, как-то это, может быть, даже замаскировать, что там дана параллель жизни в Донецке и сегодняшней жизни. Так получилось, что Москвы. Вот. И это достаточно, мне кажется, сильный такой фрагмент и героиня. То есть там кадры, кадры с ресторанов, кадры улыбающихся, смеющихся молодых людей, идущих там где-то по улице, семей гуляющих. И здесь же это все запараллелено на ту сегодняшнюю реальность. Там просто монастырь и несколько видов, там буквально два-три плана. потом там есть такой один из фрагментов, это супермаркет, ребенок, и мы нашли там, ребенок просто вот кружится, мама идет с другим ребенком. Это вот та самая благополучная жизнь, те картины, которые мы видим буквально на каждом шагу. И мы в этом настолько погружены, что мы даже порой не осознаем. И здесь же это все прерывается и сменяется кадрами. вроде бы первоначально тоже такой мирной жизни, какой-то квартал, пятиэтажки, там пролет над жилым кварталом, и тут мы видим, что у части дома нет крыши, и из разрушенных квартир выкидывается мебель. И там, конечно, удивительные слова говорили героини, и уже этот фильм его уже разносят на цитаты. И люди приходят по нескольку раз, пытаясь понять и глубже осознать, что же, что же вот они говорят. И героиня говорит, что мы захламляем свои дома, мы захламляем свои души, и это все, ее слова тут же подтверждаются в видеорядке. И когда посмотришь, на самом деле ничего это не надо, и она сидит в полностью разрушенном вот этом доме, где они жили, и совершенно у нее такое безмятежное выражение лица. И потом она говорит такие слова, что я смотрела, я ходила по магазинам, я смотрела на всех этих людей, которые покупают, расплачиваются какие-то карточки. Это когда она была в России. И мне хотелось сказать, что, и я чувствовала, что это все такое фальшивое, мне хотелось сказать, я ваши гости из прошлого. Люди, хотите, я вам скажу ваше будущее. И здесь идет такой достаточно жесткий монтаж, это кадры с Косово, когда его албанцы независимость получали, это кадры с Южной Осетии, они подписаны, но если бы они не были подписаны, никто бы не понял, что это разные, разные страны. И потом это все сменяется планом пролета над разрушенным аэропортом. И это просто, оно переходит все в один в один, и там еще музыка шнитки, достаточно такая поддерживающая видеориал. Мне кажется, это такое сильное впечатление производит, я не знаю, как, но... А потом это сменяется безмятежной музыкой. Мы пытались, я пыталась при монтаже вот как-то подчеркнуть, но ни в коем случае не давать каких-то вот готовых выводов зрителям. Мы все показываем, мы рассказываем, мы показываем какие-то картины, мы их подкрепляем музыкой, пускай человек делает выводы сам. В свое время многих поразили слова Элизаветы Глинки, доктора Лизы, которая сказала, что вы не отдаете себе отчет, что в ночи езды на поезде от московской мирной жизни гибнут дети, гибнут гражданские люди. И вот эта вот метафора ночью всего лишь на поезде попадания из мира в войну, она очень сильна и объясняла мотивацию в том числе доктора Лизы, ну, видимо, и ваш. Мне, когда я смотрел фильм, я все время задавался вопросом, ну, почему же матушка все время возвращалась в этот монастырь, когда шли бои? Там вы подчеркиваете, что она не дождалась, когда все завершилось, а фактически под перекрестным огнем она приезжала, там, если не каждый день, но достаточно регулярно. Зачем? Это какое-то искушение, что это? Вот ради чего она приезжала фактически под перекрестным огнем в монастырь, хотя ничем не могла помочь, по сути? Это ее дом. Это дом, и прежде всего это дом Матери Божьей. И для них Матерь Божья это действительно это их заступница, это тот, кто присутствует в их жизни, не абстрактно. И это верность, это поразительно, вы очень правильно заметили, это верность тому месту, верность монастырю, верность данным обетам, верность Господу и Матери Божьей. Это все, вот это ее мотивация, потому что матушка достаточно рано ушла в монастырь, в 15 лет, и она вот как монахиня, там есть такие моменты в фильме, которые я специально вставила, она боится лезть на крышу. Она боится буквально из-за того, что вот я ее чуть ли не насильно туда загнала, она бы никогда туда не полезла. И она боится, и мне говорят, не понимая вот, что будет дальше, говорят, зачем, что она, зачем, зачем это показывать. И тут же мы эти планы сменяются нашим разговором где-то в комнате, и я задаю вопрос, как вы ездили, зачем вы ездили под острелом, как вам удалось преодолеть страх. И тут раздается очень сильный выстрел, что-то из чего-то крупнокалиберного, и я подпрыгнула там просто, я сидела за камерой, она вздрогнула, и как ни в чем не бывало, продолжила говорить, вот это выхватила камера. И потом обстрелы, они уже не реагируют ни на какие обстрелы, достаточно сильно, но если уже совсем сильно, тогда мы уезжали. А так все ходят нормально, занимаются своими делами, это уже другая реальность какая-то. И то, что она ездила туда, я не могу представить, как это можно, потому что страшные обстрелы. И когда мы первый раз туда приехали, вот именно в тот день, когда я вам рассказала, они заехали, это было 31 декабря, был снег, когда я увидела вот этот монастырь, и этот храм, еще колокольня была целая, у меня был шок. И снег был вокруг, и вот эти минометные снаряды, которые упали, там воронки были, вот такие черные круги, и сломанные ветки у деревьев, как будто руки перебиты у людей. Вот это меня поразило, вот эти образы визуальные. И мы зашли в храм, и начался очень сильный минометный обстрел. И у меня просто был ступор, я все-таки, я в поствоенном пространстве, я там не бегаю непосредственно, когда там в атаку идут, или когда обстрелы. И она сказала, вам хватит 15 минут, чтобы снять. Я говорю, да, да, конечно, хватит. И потом я смотрела вот эту съемку, я уже не знаю, как я там сняла, но я могла только сказать, ужас, ужас, ужас. Вот я снимаю, и вот это вот без конца говорю, они ходят, подметают стекла, выносят там, выбила деревянные рамы сока, на них куда-то там переносили. Они уже не реагируют, они уже, у них уже некая другая реальность. И я думаю, даже если бы они погибли, они были в какой-то мере готовы к тому, чтобы погибнуть. А может быть, они и желали смерти бы, я не знаю. Вот это очень тонкие моменты, об этом мы не говорили, но что-то проскакивает, что это особое состояние, и там еще есть один герой, Андрей, друг монастыря, он говорит, что был восторг, вот когда горел храм, когда они выносили икону, когда они вообще не понимали, страшный был обстрел, они не могли выйти из храма, и они вынесли богослужебные сосуды, антимин, все в притвор, икону, и матушка дает, и говорит, Андрей, читайте Акафист. Он говорит, мы читаем Акафист, и восторг был при этом. Вот у него, матушка плакала, а у него был восторг. Это что-то, это просто близость к Богу, это вот когда, когда Господь, Он становится осязаем. Такие моменты, вот сейчас мы разговаривали тоже с монахами, которые пережили то же самое в Косово, и они говорили, вот тоже и люди, которые пережили бомбардировки, и все вот то, что было в Косово, они говорят примерно то же самое. Тебя никто больше не защитит, у тебя нет надежды ни на кого, ты понимаешь. Вот тогда ты, наверное, смиряешься до самого основания Земли. И тогда приходит вот что-то, приходит какая-то помощь, но это другое состояние. Это вот, это какая-то квинтэссенция жизни, мне кажется, человеческой. Это переживание. Какая помощь приходит? Вы сказали, приходит помощь. Да, сила. Она осязаемая, эта помощь? Ну, я переживала нечто подобное, когда я попала, случайно отделяли Косово, и мы не знали, что будет. Это было 16 февраля, и у меня это настолько впечаталось в память. Албанцы объявили независимость, мы не знали, то ли будет сейчас война, то ли они пойдут выгонять сербов, то ли все будет мирно, никто ничего не знал. И мы были в монастыре Печ-Патриарше, мы сидели просто вечером, и сказали, что завтра официально будет объявлено об этом. И там был отец Ларион, мать Варвара, и у нас была очень большая растерянность такая, мы ничего не понимали, но мы понимали, что нас никто не спасет, и только вот, только Господь может сейчас что-то как-то вмешаться. Это было ощущение, вот как будто какой-то канал открывать. это вот, я думаю, даже, это мой личный опыт, но он не передает того, что пережили они. Я не знаю, каково сидеть под обстрелами в храме, зная, что тебе никто не придет, тебе никто не поможет, и если сейчас будет какое-то наступление, это женский монастырь, это шесть женщин сидело в храме, никого рядом не было. Это какую веру надо иметь. Спасибо за беседу, мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.